Здравствуйте! Пришло время русского мира. Какими событиями запомнилась эта неделя, расскажу я, Любовь Курьянова, и мои коллеги, корреспонденты программы в этом выпуске. Проектный акселератор. Свыше 70 соотечественников из семи стран СНГ приехали в Москву для защиты своих проектов. Осень, книги и мир будущего. В столице прошла 36-я международная книжная ярмарка. Водная аллея. Эколого-просветительская акция познакомила с самыми красивыми водными объектами страны. А теперь подробнее об этих и других новостях. Накануне в Москве завершился финальный этап проектного акселератора правительства столицы для молодых соотечественников. Участие в ежегодном мероприятии приняли команды общественных организаций из Азербайджана, Беларуси, Казахстана и других дружественных стран. Какие проекты получили финансовую поддержку, узнаем из следующего материала. Финал проектного акселератора для молодых соотечественников проходит здесь, на территории отеля «Азимут Сити» в Москве. Участие в нем принимают свыше 70 человек из 7 стран СНГ. Участие в онлайн-этапе проектного акселератора приняли 37 команд. В очный этап по итогам отбора прошли 12 команд общественных организаций российских соотечественников из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии и Узбекистана. Идея проекта популяризации и развития русской культуры за рубежом является основным лейкмотивом вообще всего мероприятия. Конечно, нам как экспертом было очень сложно отобрать из 220 участников те команды, которые к нам поедут, тех лидеров, которые к нам приедут. Борьба была очень серьезной, проекты большие, интересные, и каждый из них особенный, каждый из них направлен на развитие русской культуры. В течение месяца перед тем, как приехать в Москву, молодые соотечественники не только посещали мастер-классы и выполняли домашние задания, но и прорабатывали концепции культурно-гуманитарных проектов для русскоязычной диаспоры. Мы как эксперты с коллегами работаем на проекте уже полтора месяца. Нами были разработаны и записаны короткие лекции для наших соотечественников по проектному управлению. Ребята вгрузились в проектную тематику. Мы провели серию образовательных мероприятий. Они перемежались с игровыми аспектами, с кейсами, с разного рода заданиями, которые ребята выполняли в течение этих полутора месяцев до того, как мы приехали сюда на отборочный этап. Проектная импровизация, деловые игры, креативный вызов, конструирование городского пространства силами городских сообществ – все это и многое другое сплотило ребят, позволило воплотить в жизнь новые идеи. Каждая команда подготовила видеоролик, смету, программу, саму презентацию проекта. И по итогу этой защиты эксперты отберут три команды, которые получат финансирование для реализации проекта в будущем 2024 году. Мастер-классы, городской квест по Москве, предзащита в формате мировое кафе, работа с экспертами и в командах – все это помогло исправить недочеты и подготовиться к защите. В нашей команде международной большое количество ребят из разных стран. И вчера, например, я в восторге была от того, что мы проходили квест в парке Горького. И этот квест был наполнен такой полезной информацией. То есть я много раз бывала в парке Горького в Москве, но я по-новому взглянула и на историю России. Мы здесь на проектном акселераторе, конечно же, выслушиваем друг друга, какие проблемы у нас в стране сейчас и с русским языком, и с русской культурой, и вообще на фоне всей геополитической атмосферы. Обмениваемся опытом, конечно же, дружим. И у нас большие планы между собой, между странами, как дальше нам поддерживать свое соотечественное движение в своих странах. На церемонии награждения директор Московского дома соотечественника Дмитрий Кожаев подчеркнул, что участники, не попавшие в тройку победителей, всегда могут рассчитывать на помощь и содействие столицы России. О своих творческих идеях лидеры команд рассказали и нашей съемочной группе. Наш проект – это Международный педагогический форум «Территория развития». Планируем проведение в июле 2024 года. Проект будет состоять из трех дней образовательных мастер-классов. Планируется привлечь 10 спикеров международного уровня. Уже начались переговоры, уже пять спикеров подтвердили нам свое участие. Основная цель – это цифровизация образования и налаживание сотруднических связей между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. По сумме различных показателей были выбраны три команды победителя. Ими стали команда «Мидас» из Армении, «Тутайшия» из Белоруссии и «Импульс» из Казахстана. Проекты этих команд получат государственную поддержку в размере до 600 тысяч рублей в грядущем 2024 году. Евгения Фахурдинова, «Равид Гор» специально для программы «Время русского мира». Около 6 тысяч школьников за лето посетили детский городской клуб Музея Победы под названием «Лето Побед». За время смены ребята побывали на музейных экскурсиях, встретились с сотрудниками Росгвардии, МЧС, ГИБДД, а также приняли участие в различных мастер-классах, на которых научились 3D-моделированию и многому другому. На торжественном закрытии сезона школьников ждал гала-концерт и огромный праздничный пирог, который ребята клуба разделили со своими друзьями-вожатыми. А теперь к другим новостям. В Москве стартовала юбилейная 10-я эколого-просветительская акция, посвященная бережному отношению к водным ресурсам. В парке Музеон под открытым небом развернулись интерактивные площадки, VR-кинотеатр и яркие фотозоны, говорящие о том, что беречь воду просто. Водная аллея – так называется эколого-просветительская акция, которая в этом году прошла на Крымской набережной и подарила жителям и гостям столицы веселый и полезный праздник. Мероприятие проводится с 2015 года, и за это время его участниками стали более 420 тысяч человек. Впервые экологический праздник состоялся в Казани в дни чемпионата мира по водным видам спорта. Позднее в городах Крыма, в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Махачкале, Омске и Краснодаре. Сегодня наши молодые люди, прежде всего, они хотят более качественных стандартов жизни. А одно из критерий качества – это, прежде всего, состояние окружающей среды, экология, жизнь в городе, в урбанизированной территории. Для них это намного важнее, чем для нас когда-то. Естественно, формирование сразу же правильной экологической культуры, бережного отношения к природе является важнейшим, наверное, компонентом современного человека, к современной личности. Для гостей действовали семь тематических фотозон с реквизитом. Все дни на площадке работал и VR-кинотеатр. С помощью очков виртуальной реальности зрители отправлялись в путешествие по самым красивым водным объектам России. А о том, как экономить воду в повседневной жизни, можно было узнать по результатам теста «Калькулятор водного следа». Мы уже в этом году отмечаем, что тенденция на снижение количества мусора по берегам наших рек, оно есть. Несмотря на, конечно, ужасающие цифры по прошлому году, например, это 15 тысяч КАМАЗов, которые были вывезены с берегов наших и рек, и озер. Но вместе с тем есть локации, которые высоко рекреационно нагружены. Безусловно, сегодня инфраструктура по сбору ТБО, она, можно сказать, что она уже налаживается. Слоган десятой акции «Водная аллея – беречь главное легко». Юные москвичи приняли участие в играх, посвященных раздельному сбору мусора, и посетили детскую школу супергероев воды. В детстве меня брали родители на эти субботники. Для меня это было такое чуть ли не праздничное мероприятие, когда ты наравне со взрослыми приносишь такую пользу. И настроение улучшается, и пользу приносишь. И поэтому я согласилась, когда вот это все вспомнила и приняла участие в одном субботнике, в другом субботнике. Увидела таких же детей, которые, как и я, когда-то в детстве ходила, пришли и смотрят на своих родителей, берут с них пример, смотрят на меня, как я хожу, убираю мусор. И они уже в следующий раз не выкинут. Водная аллея является частью системной работы Федерального агентства водных ресурсов. Его сотрудники популяризируют принципы ответственного отношения к природе и проводят занятия, рассказывающие о водных богатствах страны. Ежегодный Росводоресурсы реализует комплекс эколого-просветительских мероприятий, направленных на формирование культуры бережного отношения к воде у молодого поколения страны с идеей хэштег «Бережонглавное». В современном мире потребности населения в пресной воде интенсивно растут. Это связано как с увеличивающимся спросом на ресурсы, темпами урбанизации, неустойчивыми моделями использования воды, так и с негативными последствиями изменений климата, провоцирующих деградацию рек и озер. Альбика Ильясова, Андрей Челышев, специально для программы «Время русского мира». Главное книжное событие года познакомило читателей с новинками отечественных издательств. 36-я Московская международная книжная ярмарка подготовила более 200 мероприятий для всей семьи и профессионалов книжной индустрии. Подробнее в материале Анастасии Галдабиной. В экспоцентре на Краснопресненской набережной Москвы прошел старейший книжный форум в России и Восточной Европе, который существует с 1977 года. Крупные и совсем небольшие издательства представили книголюбам свои главные книжные премьеры и популярные издания художественной, учебной, научной и детской литературы. Очень важно писателю иметь непосредственный контакт с читателем. Когда он, собственно, сам продает, анонсирует, предлагает, презентует свою книгу, он понимает и чувствует вот эту обратную реакцию от читателя. Поэтому многие авторы из наших, которые за четыре дня работали здесь, 12 авторов, уехали очень довольные. Они поставили автограф, они продали книги свои. В зоне лектория состоялось более 45 мероприятий. Презентации книг и графических романов, лекции о литературе, русском языке, искусстве, космосе и моде. В рамках ярмарки традиционно прошли дискуссии, конференции, семинары, круглые столы, автограф-сессии и встречи с выдающимися современными писателями. Для меня Московская международная книжная ярмарка — это такое яркое и важное событие. Два основных мероприятия, в которых я лично участвую — это презентация сегодняшнего альманаха литературной встречи «Искусство слова». Мне было интересно работать с коллективом энтузиастов во главе с Юрией Егоровым. Ну а второе мероприятие, связанное с выставкой, у меня презентация будет моего романа «Возвращение на Голгоф». Это сложный роман, связанный с трагическими историями 20 века. Основными темами зоны лектория стали наставничество, преподавание, образ учителя и творчество писателей-юбиляров 2023 года. Александра Островского, Бориса Стругацкого, Владимира Маяковского, Льва Толстого, Владимира Высоцкого, Ивана Тургенева и Максима Горького. Также в этом году впервые в рамках Московской международной книжной ярмарки прошла полноценная детская книжная ярмарка. Для детей и подростков собрали лучшую литературу со всей страны, а также лучших авторов, иллюстраторов и блогеров. Анастасия Голдабина специально для программы «Время русского мира». В Пермском крае по нацпроекту «Экология» восстанавливают пруды вблизи регионального памятника природы и проходят работы по берегоукреплению части Воткинского водохранилища в городе Осе. На месте побывала наша съемочная группа. На реке Кунгур в границах сел Верхний Кунгур и Орда проходит расчистка прудов, а также ручья без названия. Благодаря федеральному проекту сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология». Росводресурсы направили на реализацию мероприятия более 23 миллионов рублей. Мы сейчас присутствуем на месте, где каскад из четырех прудов. Мы можем наблюдать панорамы второго и первого пруда. И для жителей Ординского округа очень важно, что начались работы непосредственно по очистке прудов. Это история давняя. Это проблеме порядка 20 лет за всю историю. Один раз только пытались чистить русло, но старыми способами, когда спускали непосредственно воду и очищали, убирали ил. Сейчас современные технологии, они позволяют преображать пространство, улучшать экологическую безопасность. И жители уже начали отмечать, что видны изменения. Уникальность этих прудов обитания редкого вида птиц под названием лебеди Шипуны. Они останавливаются здесь во время весенних и осенних перелетов. А на Арсеновском источнике замечали рачков бокоплавов, занесенных в Красную книгу Пермского края. Пруды и приток Кунгура в селе Орда – это третья расчистка, которая проходит в Пермском крае по федеральному проекту сохранения уникальных водных объектов. Защитить население от наводнений также помогает своевременный капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Город Оса, Пермский край, берег Воткинского водохранилища. Здесь проходит капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения. В процессе эксплуатации водохранилища сооружения была нарушена его целостность, поэтому было принято решение провести капитальный ремонт. Само сооружение как раз защищает, оно протяженностью более одного километра, оно защищает историческую часть города Оса. Исторический город Оса у нас город с богатой историей. Здесь и Емельян Пугачев гулял, пытался штурмовать. Здесь и Витус Беринг в свое время формировал флот для своих северных походов. Сейчас проходит фестиваль берегиня, вот Краеведческий музей, достаточно богатая экспозиция, посвященная Берингу. Приезжали сюда потомки Беринга из Швеции. В общем, история очень богатая города. В Пермском крае Росводресурсы финансируют работы на гидротехническом сооружении водохранилища на реке Нытве и по берегу укреплений Воткинского водохранилища в городе Осе. За долгий период времени эксплуатации за счет волновых и ветровых нагрузок в некоторых местах претерпело изменения. Были просадки плит, сломаны были частично плиты. На сегодняшний день, соответственно, производятся ремонтные работы. Некоторые плиты поднимаются под ними, подсыпаются, подстилающие материалы кладутся на место. Работы должны быть закончены к 15 октября. Организация, которая выполняет все эти ремонтные работы, является организацией Пермского края. Из-за аномально дождливого лета в 2019 году на некоторых участках этой территории обрушились и сползли плиты, вымылся грунт. Эффективно защищать территорию от паводка сооружение уже не могло. Данному берегу креплению существующему порядка 50 лет и имеет место больших участков обрушения, что небезопасно как для наших жителей, так и для нашей территории, для нашей инфраструктуры, потому что по побережью находятся памятники культурного наследия. Для нас это очень важно сохранить, поэтому был разработан проект. Стоимость работ составляет более 70 миллионов. Проект получил одобрение. Росвод ресурсов Российской Федерации выделили средства федерального бюджета. В большой доле также присутствуют средства краевого бюджета, естественно местного бюджета. В целом работа по федеральному проекту идет в 55 регионах страны. На реализацию всех мероприятий Росвод ресурсы направили более 2,5 миллиардов рублей в текущем 2023 году. Татьяна Орлова специально для программы «Время русского мира». На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. Всего доброго и до свидания.